Братья и сестры, мы с вами будем сегодня говорить о том, о чем на собрании не говорят. О том, что очень беспокоят юные сердца, где больше всего делается ошибок, где больше всего проблем и бед. Это в вопросе любви. Любви не к Богу мы будем с вами размышлять. Об этом на каждом собрании говорится. И не любви к ближним. Об этом мы только вскользь. Хотя и о любви к Господу мы немножечко тоже коснемся. Без этого невозможно. Но основная наша будет беседа с вами. Это любовь между противоположными полами. Между юношей и девушкой. Потому что христианская молодежь сегодня, как и мирская молодежь, молодость как будто только для того, чтобы любить друг друга. Некоторые только так и понимают. Мы с вами будем рассматривать не с наших вымыслов, не с наших понятий. А с точки зрения Библии. Будем читать Библию. Будем размышлять. Может быть, что-то не будем читать. Я сейчас выясню, как у нас с вами с чтением Библии. Кто прочитал Библию, друзья? Я имею в виду Ветхий Завет и Новый Завет. Поднимите руку, чтобы я имел представление. Ну что, друзья? Половина примерно прочитала Библию, половина нет. Поэтому придется читать Библию нам здесь вместе с вами. Потому что некоторые вообще не имеют представления о Библии. Они, может быть, Новый Завет знают. Поэтому будем мы с вами читать. Мы просмотрим очень многие случаи, где люди любили или влюблялись современным языком. Нормально это или нет? Должно это быть или нет? Нормально ли дружить? Дружить, мы с вами сделаем выводы. Надо ли дружить? Потому что сегодня христианская молодежь и эти вещи допускает свои ряды. Если в нашу бытность практически такого не было. Если кто-то задружит, это было ЧП. А сейчас еще не объявленные, они уже как жених и невеста. И сидят вместе, и ездят вместе, и ходят вместе. И попробуй их пересадить или еще что-то сказать. В открытую, в полный рост дружат. Любят друг друга, влюбленные. И принцип любви, которая частенько, не только в этом мире, в мире сплошь и рядом, а частенько среди христиан. Это принцип. Глаза увидели, сердце загорелось и ноги побежали. Я думаю, что можно закрыть его, да и все. Все достаточно. Братья и сестры. Как вы думаете, вообще влюбляться это нормально или нет? Я знаю, что вы мне отвечать не будете. И молиться вы сегодня не будете. Вы будете молиться дома, наверное. Потому что помолиться – это выдать себя. Я думаю, помолятся, может быть, старшие помолятся. А остальные, они будут делать правильные выводы. Моя беседа называется «Время любить». Об этом записано «Экклесиаст», 3 глава, 8 стих. Я прочитаю с 1 стиха по 8 книга «Экклесиаста». Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить. Время любить. Но как и когда? Сразу скажу, друзья, некоторые вещи я буду конкретно называть и время, и срок. Любовь, о которой мы с вами будем рассуждать, и уже наши рассуждения начались, это любовь между юношей и девицей. Скажу вам, друзья, что до 20 лет вам об этом и думать не надо. Ни юношам, ни девицам. До 20 лет и думать не надо. Но мир, в который мы живем, с 9 лет влюбляются. С 11 лет влюбляются. То есть с 9 это то, что я встречал с Амараном. И влюбляются так, друзья, что и бессонные ночи, и плачут, если в его сторону не посмотрела она, или он не посмотрел в ее сторону. И прочее, и прочее. Поэтому хорошо, что здесь и подростки. Хорошо, что и подростки. Я вам скажу, друзья, что до 20 лет и юношам, и девицам я советую не допускать этих мыслей. Не допускать вообще. Потому что юность надо посвятить Господу. Юность надо посвятить Господу. А если вы начинаете влюбляться с 12, с 13, с 15 лет, и влюбляться так, что бывает серьезно. На полном серьезе. Я знаю людей, которые с 5 класса дружили. С 5 класса. И потом мы поженились. Знаю таких. И вы думаете, счастливы они живут? Нет. Счастливы. Как в Библии. Друзья, мы будем с вами читать Библию подряд. Но не просто подряд, а мы будем эти истории смотреть по Библии подряд. Истории, где вопрос любви. Кто влюблялся, когда влюблялся? Скажу вам, друзья, что везде, везде, кто бы не влюблялся, мы с вами посмотрим. И праведники древние. И это имело место. И у царей. И самый умный человек, и самый сильный человек. И сразу скажу, что везде, любая история библейская, где происходило сначала чувство, то есть влюбился или полюбил, а потом уже разум действовал или дух, там везде беда была. Невзирая, кто этот человек, невзирая, везде была беда. Сначала мы с вами просмотрим библейские тексты, а потом будем делать выводы. И будем рассуждать, как же быть, как-то ж люди женились, отцы наши женились, наши матери замуж выходили, деды наши. А как быть? А как правильно? Книга «Бытие», 29-я глава. «Бытие», 29-я глава. Иаков полюбил Рахиль. И сказал, я буду служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою. Лаван сказал, лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого, кого живи у меня. И служил Иаков за Рахиль семь лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Братья и сестры, Священное Писание говорит о том, что Иаков полюбил Рахиль. Сам назначает, я буду работать тебе за нее семь лет. Лаван говорит, лучше мне отдать ее за тебя, чем за кого-то другого, живи у меня. Семь лет – это много, друзья, как вы думаете? Братья и сестры, это много. Это не два года и не три года. Семь лет. Как они ему показались, как вы помните? Они ему показались за несколько дней. Я еще проверю себя. И они показались, служил Иаков за Рахиль семь лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Вы представляете, что любовь делает? Она искажает реальность, даже у праведных людей. Семь дней или семь лет. Да, семь лет за несколько дней. Несколько дней, друзья, это примерно счет от трех до десяти. Вы представляете, что делает любовь? Но я на этом остановлюсь. Я Иакова коснусь попозже. Я дальше, друзья, буду с вами читать Библию. Вместе будем ее листать. Бытие 34 глава. Недалеко тут. Три листочка переверню. Бытие 34 глава. Вся глава описывает одну трагическую любовь. Я прочитаю первые четыре стиха. Дина, дочь Лии, которую она родила Якову, вышла посмотреть на дочерей земли той. И увидел ее Сихем, сын Емора, Евиянина, князя земли той. И взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Якова. И он полюбил девицу, и говорил по сердцу девицы. И сказал Сихем Емору, отцу своему, говоря, возьми мне эту девицу в жену. Братья и сестры, дальше я расскажу. Так, кто не выключил салфона свой, быстренько выключайте, чтобы была тишина. Братья и сестры, я расскажу. Вообще, это вся глава 34, это глава ужасной трагедии. Единственная дочь у Якова, Дина, и она попала в беду. Она вышла посмотреть на дочерей земли той. Обратите внимание, не на сыновей вышла посмотреть, не на женихов. Чаще-то девушки выходят, кого посмотреть? На женихов. Где солдатики, туда они быстрее идут. Где мужской пол, туда быстрее идут. Это нет. Это с порядочной семьи, воспитанной девушкой. Она вышла посмотреть на дочерей земли той, как они живут. А приключилась беда. И ужасная беда, друзья. Если в семье такое происходит, вообще это горе и для родителей, и для молодых. Мы видим, что здесь Яков переживал. Сыновья Якова, братья Динаны переживали очень, очень. Гнев великий напал на них. А этот Сихем, сын Емора, говорит отцу, возьми мне эту девицу в жену. Потому что Священное Писание говорит, что прилепилась душа его, он полюбил ее. Братья и сестры, трагедия, это знаете, еще не закончилась. Только одним насилием, одним падением. Трагедия эта увеличилась тем, что весь город был уничтожен. Весь город. Из-за одной несчастной любви. Несчастной любви. Понравилась, и он сделал ей насилие. И беда. Отцу говорит, возьми мне. А как ее взять? А братья Динаны говорят, нет, мы с вами не можем породниться. Вот надо, чтобы был обрезан весь мужской пол. Тогда мы с вами породнимся. И Библия говорит, это глава описывает дальнейшее. Я не читаю, просто экономя время. Они говорят, только если вы обрежетесь, тогда мы с умыслом. С умыслом это говорили. Друзья, что делает любовь одного человека? Весь город язычников соглашается на обрезание. Я вообще удивляюсь этому. Удивляюсь, друзья. Весь город соглашается. То есть, он был сын князя. По-видимому, уважаемый молодой человек. Его любили, к нему хорошо относились. И все согласились. И весь мужской род был обрезан в этом городе. Я не знаю численность города. Библия говорит, город Сихим. Вообще, это не маленький город был. И когда они находились в болезни, напали два брата, один на город, на этот. И всех мужчин уничтожили. То есть, мечом погубили. А всех женщин, детей взяли в плен. И они были у них рабами. Вот что делает любовь. Дальше идем. Бытие, 39 глава. С 7 по 12 стих. И обратила взоры на Иосифа, жена господина его. И сказала, спи со мною. Но он отказался. И сказал жене господина свою. Вот господин мой не знает при мне ничего в доме. И все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме всем. И он не запретил мне ничего, кроме тебя. Потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом? Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое. А никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала, ложись со мною. Но он, оставив одежду свою в руках ее, выбежал, побежал и выбежал вон. Друзья, дальнейшие события мы с вами знаем. Казалось, что бы этой женщине не хватало. Муж ее, один из великих людей в Египте, начальник телохранителей. Она одна из красивейших женщин. Богатство, все есть. Слуги, все есть. Нет. Порочная любовь, она беду, трагедию дальше совершает. Замужняя женщина. При всем положении своем она влюбляется в молодого человека, Иосифа. А Иосиф – прекраснейшая личность Библии. Прекраснейшая. Из людей, друзья, из людей – прекраснейшая личность Библии. Который для нас прекрасный пример, особенно для юноши. Братья, каждый день, каждый день женщина, одна из самых красивых женщин, искушает. И так мужественно стоит Иосиф. И разговаривал он с нею. И пояснял, что ничего от него не скрывает господин. Все ему разрешает в доме. Кроме тебя, ты – жена ему. Да и как согрешу я перед Богом? Он больше Бога боится, друзья. Как согрешу я перед Богом? Но она не успокаивается. Обычно, друзья, или пока достигнет, или насилия, или еще-то, по-другому любовь не успокаивается. По-другому она не тухнет. В Библии написано, большие воды не могут залить, великие воды не могут залить большой любви. Друзья, ситуация создается один на один. Она его за одежду берет и говорит, ложись со мной. Склоняет ко греху. Он категорически отказывается, вырывается и бежит. И Новый Завет говорит, бегайте, блуда. Вот один из метров, как избавиться от этого греха. Надо убегать. Не стесняться убегать. Друзья, он убегает, но это порочная любовь. Она обманывает мужа, говорит, что так и так. Хотел надсмеяться надо мной раб. Муж ее сажает Иосифа в тюрьму. И вы примерно представляете, сколько Иосиф просидел в тюрьме, друзья? Есть у вас какие-нибудь представления, сколько он в тюрьме просидел? Ему было 17 лет, когда его в рабство продали братья. И он продал, он был в рабы Патифару. А в 30 лет он вышел из тюрьмы и стал вторым после фараона. Ну, пусть не 13, друзья, ну, может быть, 12, может быть, 11 лет. Я не знаю, сколько он пробыл уже с слугой, но он был посажен в тюрьму. И в тюрьме пробыл примерно 12 лет. Я думаю, от 10 до 12 примерно он пробыл в тюрьме. За что? За порочную любовь женщины, жены, начальника, телохранителя. Мы пойдем дальше с вами. Книга Судей. По порядку. Книга Судей. За самого сильного человека. Судей, 14 глава, с 1 по 20 стих. С 1 по 20 стих. То есть до конца. Но я прочитаю только начало, друзья. Я экономлю время. И пошел Самсон в Фимнафу и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей и сказал, я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену. Отец и мать его сказали ему, разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену филистимлян необрезанных? И сказал Самсон отцу своему, ее возьмите мне, потому что она мне понравилась. Братья и сестры. Вот следующий очередной библейский факт, где человек полюбил. Полюбил язычницу. Израильский судья. Самый сильный человек, который когда-либо ходил по планете. Родители останавливают. Ничего подобного. Ничего. Невозможно остановить. Как вы помните, закончилась счастьем эта любовь или нет? Друзья, нет. Брак шел, по-моему, восемь дней или семь дней. Сейчас я посмотрю. Семь дней. Вы знаете, сколько у него дружков было и друзей? Тридцать. Сегодня у молодежи крен какой-то. Нездоровый. По одному дружку и дружке, не достает. А не по два, по три, по четыре и больше. Я вам хочу сказать, остановиться надо, друзья. Мой совет одного дружка и дружки. Одной дружке хватит. Потому что бездельников вы собираете вокруг себя. Для чего дружок, для чего дружка? Для того, чтобы ухаживать за женихом и за невестой. А когда вы толпу собираете около себя, они только друг за другом ухаживают, а жених обычно за невестой, сам ухаживают. Я наблюдал такую картину. Поэтому эту безобразию нельзя пропускать в церковь. Вы Самсона не обгоните. Тридцать дружков и тридцать дружек. Но невеста все семь дней плачет. Я еще такой невесты не встречал, друзья. Семь дней идет пиршество, и семь дней она плачет. Я думаю, что никто не пожелал бы такой невестой быть, да, сестры? чтобы неделю слезы лить. Не выдержал. На седьмой день он разгадал загадку Самсона. Оплакала, потому что он загадку загадал им и не выдержал Самсон. Рассказал на седьмой день загадку. Она рассказала своему народу, и те ему отгадали. Говорит, что слаще меда и сильнее льва. Он в гневе встает, говорит, вы бы не отгадали, если бы не орали на моей телеце. Вам понятно это, да? То есть, если бы не пахали на моей телеце. Нет, украинцы понимают. Значит, он встает во гневе, идет, убивает там, по-моему, сколько человек, то есть, отдает эту одежду, которую должны бы они ему отдать, и уходит. И уходит. В гневе уходит. Через какое-то время, через несколько дней он приходит и хотел к жене своей зайти. А отец говорит, нет, я думал, ты ее возненавидел, я ее отдал другу твоему, а вот младшая, красивее ее, возьми ее. Разворачивается и в гневе уходит. Теперь, говорит, я буду праве отомстить вам. Ловит 300 лисиц. Это все делает любовь и негодование. Неразделенная любовь, друзья. 300 лисиц. Попробуйте, поймайте 300 лисиц. При всем том, что в Америке их много, друзья, вы не поймаете всей церковью, не наловите столько. Ни в коем случае. А это наловил 300 лисиц. Вот что делает неразделенная любовь. И выжигает филистимские поля, копны там, хлеб и все. Люди узнают, кто это сделал. Говорит, Самсон, взять вот филистимлянина. Они сжигают отца ее и ее вместе с отцом сжигают. Тогда он дальше идет. Теперь я буду в праве отомстить им. И им сгиб Самсон. Друзья, уничтожаются сотни людей. Вот что делает любовь. Дальше, я еще за Самсона. 16 глава, 4 стих. Книга о суде, 16 глава, 4 стих. После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сарек. Имя ей Долида. Не буду читать дальше. Друзья, казалось бы, один раз беда случилась. Не останавливается. Не останавливается. Опять полюбил женщину, филистимлянку по имени Долида. Счастлив он был, может быть, с этой женщиной. Вторая любовь. Друзья, кто Библию читает, кто не читал, друзья, вы дома прочитаете это. Если вы записываете тексты, которые я читаю, прочитайте дома. Братья и сестры, ужасная трагедия случается с Самсоном после этой любви. Он не признается, откуда сила. Она его уговаривает, обличает его, укоряет. Говорит, что любишь, а ты обманываешь меня и так далее. Дошло до того, что не выдержало сердце у самого сильного человека. Признался ей, что сила его в волосах, она его усыпила, остригла его и попал он в рабство к врагам своим, к филистимлянам. Выкололи глаза ему, впрягли его, как вола, и он молол хлеб. Молол. Они над ним насмехались, издевались. Потом, когда волосы подросли, Бог милость ему оказал. Они собрались, три тысячи только на кровле дома было. Три тысячи. Я вообще удивляюсь, что это за дом был такой. Три тысячи. И он попросил поводыря, чтобы подвел к столбам его, как бы, ощупать. Сам помолился Богу, чтобы Бог укрепил его. Только на этот момент, чтобы отомстить за два глаза своих филистян. И он раздвинул эти столбы, рухнуло здание. И Библия говорит, что при смерти он погубил народу больше, чем при всей своей жизни. Самсон. И говорит, умри, моя душа, с филистимлянами. Вот так закончил жизнь на земле самый сильный человек из-за трагической любви. Из-за трагической любви. Братья и сестры, я дальше с вами хочу посмотреть. По порядку. Вторая книга царств. Можно по порядку, я обещал по порядку, прочитай с первой книги. У меня один текст есть с первой книги царств. Первое царство, 18 глава, 20 стих. Но Давида полюбила другая дочь Саула, Мелхола. И когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. Ну, я думаю, случай с Давидом, друзья, мы знаем. Даже если кто Библию не читает или не читал, это примерно о Давиде история знает. Что тогда, когда он победил Голиафа, Саул обещал ему дочь свою, но не выдал. Не выдал. Саул оказался врагом Давида и на зло Давиду он выдал старшую дочь свою за другого человека. И я с вами прочитал текст, но Давида полюбила другая дочь, младшая дочь Саула, Мелхола. Братья и сестры, вот, как вы помните, она счастлива была от этой любви. Вот любовь женщины, дочь Саула, полюбила юношу, Давид не женат был. Саулу это было приятно, что его дочь полюбила Давида. Давид был известный человек. Хотя Саул его боялся и пытался уничтожить, братья и сестры, несчастлива. Мелхола была несчастлива. Даже тогда, когда Давид стал царем, то есть это неразделенная получилась любовь, Давид все же Давид женился на ней, стал зятем царя. Он сначала трудно быть зятем, женился. Но ненависть тестя его Саула и вынужден Давид бежать, Мелхола остается одна, потом ее Саул выдает за Фалтия одного из своих придворных и закончилась любовь Мелхола. Хотя не закончилась, когда Давид стал царем и когда военачальник Авенир пожелал соединить Израильское царство с Иудейским, то есть привести к примирению и чтобы израильтяне приняли Давида, он сначала воевал, Авенир, израильский военачальник, воевал против Давида, воевал. Но настал такой момент, когда он понял, что бесполезно с Богом воевать. Бог говорил, что Давид будет царем. И он решил всех израильтян сердца склонить к Давиду, Авенир. Но Давид когда услышал, что Авенир желает к нему идти навстречу, он говорит, я согласен навстречу при условии, если ты приведешь Мелхолу, то есть его первую жену, ты приведешь Мелхолу. Вы знаете, она же уже была замужем, Фалти, Библия пишет, описывает, что Фалти идет, плачет, если кто записывает, друзья, это вторая книга царства, я читать не буду, третья глава, пятнадцатый, шестнадцатый стих. Плачущий Фалти прощается со своей женой, по виде он любил Мелхолу, потому что его начальник ему сказал, отправляйся домой. Вот так он мужа легко прогнал, потому что имея положение, власть, силу, отправляйся домой. И Фалти пошел плачущий домой, а он Мелхолу повел Давиду. Давид счастлив был с ней или нет, как вы помните, потом уже, будучи царем. Нет, друзья, нет. Давид ковчег несет в дом Божий, радуется, прыгает, скачет там, а Мелхола в окно смотрит и уничижает, и потом говорит, когда Давид пришел на радостях, дом свой благословить, а его Мелхола встречает и говорит, куда годится царь Израиля так обнажился перед рабынями и тому подобное. Отличился, отличился. Братья и сестры, я читаю дальше. Вторая книга царств, одиннадцатая глава, с первого стиха. Вы знаете, у меня в Библии эта глава так и помечена, как траурная глава, печальная глава, друзья. Читаю со второго стиха, несколько стихов. А вообще вся глава описывает эту трагедию ужасную. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто это женщины, и сказали ему, это Версавия, дочь Елеама, жена Урия Хитиянина. Давид послал слуг своих взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею, и так далее. Вы знаете, до слез. Мне Давида здесь жалко. Самая печальная история с Давидом случилась здесь. Вы знаете, об Авигее написано, она была женщина умная и красивая. А об этой как написано в Версавии? Она была очень красива, по-моему, так и написано. Она была очень красива. друзья, трагедия бы не случилась, если бы она нашла место, где покупаться. Вы представляете? Я сестрам хочу сказать, девушкам нашим. Старайтесь эти вещи делать так, чтобы вас никто не видел. но неразумие какое купаться так, что царь увидел, как будто специально. Царь увидел и пожелал ее красоты. И ужасная трагедия произошла в семье Давида. Ужасная трагедия, друзья. Вот что делает любовь. Во-первых, муж ее, один из прекраснейших людей в Израиле. В тридцатку лучших людей входил Урия Хитиянин. Юноши, когда читают за него, вообще этот человек им очень нравится. Я же там много отзывов мальчиков знаю, ну, например, на вопрос в анкете, кто вам больше нравится или кто особенно вам нравится. Юношам часто нравится, друзья, и не Иосиф, и не Давид, а Урия Хитиянин. Я не знаю, почему. Я вообще тоже склонен был, вы знаете, я, наверное, был в вашем возрасте, я тоже, мне Урия нравился. Но, представляете, пришел со сражения к царю, царь расспросил, как идет сражение, иди домой, отдохни, завтра пойдешь туда. Не пошел домой, остался здесь, со слугами переночевал, Давиду не понравился, еще, напоил его еще, и он все равно не пошел. Вообще, я считал это героизмом. В вашем возрасте это так кажется героизмом. Когда я стал отцом, сам стал отцом, мужем, я понял, что ситуация не очень правильная. Нормально было бы пойти домой и жену порадовать своим присутствием, и детей порадовать. То есть, это нормальная ситуация, друзья, но у него героизм, какой-то патриотизм сверх моего понимания. Сверх моего понимания. То есть, у меня мысли по отношению Урия применились. Но в отношении, что он великий человек, я не сомневаюсь, друзья. Это был прекраснейший человек в Израиле. В тридцатку лучших он входил. И Давид вынужден погубить Урия хитиянина, пишет записку, служебную отправляет, чтобы поставили в таком месте, чтобы он погиб. Смотрите, что делает любовь порочная. Поэтому, сестры, то, что, например, вы в обтягивающую одежду одеваетесь. Это вы немножко похожи на Версавию. Немножко похожи. В народе так говорят, что девушка на селе, она, как это, ищет, как бы, одеться получше. А девушка в городе, она ищет, как бы, раздеться получше, побольше раздеться. Вот примерно такие выражения. Так и смотрят, как вот и обнажиться побольше, как вот больше привлечь юноши. Некоторые христианские девушки, друзья, христианские, в кавычках, я вам не придумаю. Брат обличает руководитель молодежи. Она сидит ногу за ногу, как вы, американцы, любите, ногу за ногу, да еще на стол положитель. Она сидит ногу за ногу в коротком платье и так себя ведет. Ее обличает руководитель молодежи, она говорит, а мальчикам это нравится. Да язык бы сразу ей обрезать наполовину за такие вещи. Сестры, от того, как вы себя ведете, или будут гибнуть Давиды, или они будут сохраняться. Поэтому на это хотелось бы попутно обратить внимание. Хотя моя тема не эта, ни одежда, ни ваши прически. Сегодня у нас тема с вами время любить. И вот мы смотрим с царем великим. Муж по сердцу Бога, беда какая приключилась. Ужаснейшая беда. Друзья, она не кончилась только этим, только гиби урии хитиянина. Я читаю 2-я книга царств, 13-я глава. Дальше. После падения Давида смотрите, какие ужасные последствия. 13-я глава 2-я книги царств. С 1-го по 21-й стих. Чуть ли не половина главы, но я прочитаю начало только. И было после того у Ависолома, сына Давида, была сестра красивая по имени Фомарь. И полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел. Друзья, вот что делает любовь еще. Не только города уничтожаются, не только семьи разрушаются, не только смерть настигает, убивает из-за любви убивают. Друзья, скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фомаря, сестры своей. Ибо она была девицей, и Амнон казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова. И Ионадав был человек очень хитрый. Я дальше не читаю, друзья, я дальше расскажу. Обязательно дьявол ходит, как крыкающий лев, ища кого поглотить. И тут вот эта любовь, кажется, величайшая любовь. Любовь такая, что человек от этих переживаний заболел. Я же вам говорил, что от любви плачут. И плачут бывают, друзья, и не едят пищу, не едят. И родители переживают за сына или за дочь, что делать, и так далее. Друзья, заболел человек. А дьявол тут как тут. Друг у него как раз, Библия говорит, это был хитрый человек, и он предлагает ложись в постель, пусть царь придет, отец проведает тебя, а ты ему скажи, пусть он фомарь пошлет, пусть приготовит перед его глазами и его угостит. Вы помните последствия, какие ужасные, друзья? Братья и сестры, сестры, я вам еще один попутный дам совет. Когда вот такая ситуация какая-то сомнительная, где вам надо перед кем-то, перед глазами кого-то готовить, остановитесь. Я удивляюсь, почему фомарь не достала мудрости, наверное, почему она не могла увидеть опасности, приготовила, ладно, приготовила, нет, понеси в спальню еще. Уже это о чем-то должно говорить и о чем-то предупреждать. Остановись хоть сейчас, бросай, убегай. Друзья, девушка эта была ужасно обманута, но он не хотел слушать ее. Она его уговаривает, ты поговори с царем, потому что будешь как один из безумных и так далее. Но он ничего не хотел, преодолел, изнасиловал ее и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью. Так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал ей Амнон, встань, уйди. Фомарь сказала ему, нет, прогнать меня, это зло больше первого, который ты сделал со мною. Но он не хотел слушать. И позвал отрока свое, который служил ему, и сказал, прогони эту от меня, вон, и запри дверь вот такие верхние одежды носили царские дочери. И вывел ее слуга вон, и запер за ней дверь. И посыпала Фомарь пеплом голову свою, и разодрала разноцветную одежду свою, которую имела на себе, и положила на руки свои, на голову свою, и так шла и вопила. Вот последствия еще одной любви. Ужаснейшей любви, друзья. Любовь, которая сразу превратилась в ненависть. И вот теперь думайте, от Бога любовь это или не от Бога. Я скажу, друзья, не от Бога. Любовь от Бога не превращается в ненависть. Это любовь от дьявола. Братья и сестры, скажу вам, что последствия падения Давида это не только беда с Фомарию. На всю жизнь осталась одна, так она одна жила. Одна из красивейших девушек Израиля, вот такая у нее беда, с ней приключилась. А это все причины падения отца. А потом после этого, друзья, после Амнона, сейчас я посмотрю, имя у меня выскакивает, это брата его, который погиб тоже. Амнона убивает Авесолом, а Авесолом в конечном результате тоже гибнет. Вот это беда, это последствия греха Давида. Братья и сестры, я читаю дальше. Наверное, еще один текст прочитаю и думаю, что будет достаточно. Третья книга царств, 11 глава. Вторая книга царств, 11 глава, трагическая, третья книга царств, 11 глава, тоже печальная глава, друзья. Она начинается такими словами. И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, мавитянок, аманитянок, идумиянок, седонянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. И было у него семьсот жен и триста наложниц. И развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида отца его. И стал Соломон служить остарте божеству седонскому, мелхому мерзости аманитской, и делал Соломон неугодным предачами Господа, и так далее, друзья, так далее. Братья и сестры, вот мы с вами еще один текст Библии прочитали о порочной любви. Самый умный человек, который когда-либо ходил по планете, это Соломон. И Библия говорит, что и самый умный человек не устоял перед ужасными ковами любви. И принцип везде, друзья, как у Ахана. мы-то говорили о любви между мужчиной и женщиной, а у Ахана любовь, он говорит, это мне полюбилось. Помните, одежда синаарская и золотой слиток. Это мне полюбилось. Друзья, как же быть теперь? Вот мы с вами прочитали все истории в Библии, ну, я думаю, что есть еще. Я так не задавался вопросом еще искать, но думаю, что этих историй достаточно. Достаточно, друзья. Братья и сестры, как же быть? Как же быть теперь? Если нельзя влюбляться, если нельзя дружить, как же быть с этим вопросом? А мы с вами прочитали время любить. Время любить. Я поясню, друзья, поясню сначала сестрам. скажу, сестры, вам в этом вопросе скрипка предоставлена вторая, не первая. Вы понимаете мои слова? Нет? то есть, вам в вопросе влюбляться или любить? Вообще надо с головы выбросить. Вы на меня не обижайтесь, я немножко сглажу этот острый угол, но пока я вам так и хочу сказать. знаете, друзья, я выскажу свои некоторые мысли. Я понимаю, что Бог, когда творит человека, человека, он определенное количество, если так можно выразиться, чувств в него вкладывает, чувств любви, которые, когда придет время, они должны расцвести эти чувства. и эти чувства любви, друзья, они реализуются в браке. Но беда молодежи, мира этого и христианской многих, что они эти чувства любви, которые Бог предназначил для брака, для семьи, когда замужем уже будет, они растрачиваются на встречного поперечного или на дружбу до брака, а потом в браке этих чувств и не достает. Дефицит любви испытывают в браке. Вот почему браки распадаются. На сегодня статистика Америки в регистрированных церквах каждый шестой брак разводится в регистрированных церквах. Каждый шестой брак разводится. Это я из отчета пресс-фитера. Каждый шестой брак в регистрированных. Братья и сестры, эта беда проникает сегодня даже в наши церкви. А сколько мужей, которых жены побросали. Я думаю, вы знаете. И у вас покиня в других городах. Я уже с несколькими, ну сколько несколько, друзья, по-моему, с четверя, с четырьмя мужьями я встречался. Я беседовал. И были те, которые плачут, и те, которые мужество это переносят, когда жены. Многодетные семьи, друзья. Жены повыгоняли мужей, и мужья как бомжи. Я вам четыре сказал, пять, друзья. Пять. Знаю, здесь в Америке. Пятерых. И мужья некоторые как бомжи живут. Некоторые уже вообще с церкви походили, на других женились, и так далее. Всякие случаи есть. Есть еще, ждут. Братья и сестры, и я понимаю так, что тогда, когда. Но это и юношам, и девицам. Почему я говорю, до 20 лет вам надо Бога любить, папу и маму любить, и братьков и сестричек. И если вы член церкви, надо любить братьев и сестер, и окружающих. Больше ни о какой любви не помышлять. Сестрам вообще не помышлять, пока вам не сделают предложение. Вот тогда вы должны молиться и определить, от Бога это или нет. сказать да или нет. Вот там уже с этого момента могут начаться и появляться это первые росточки любви. А иначе, друзья, вы тот потенциал или тот объем любви, который Бог вложил в ваше сердце, на встречных, поперечных потратите. Ей же влюбляются и замуж состоящего в браке влюбляются. Мы же с вами прочитали. Состоящая в браке влюбилась в юношу и так есть влюбляются. И есть покоя не находят. И проблемы различные, и беды различные. Поэтому, братья и сестры, мы с вами просмотрели, что делает любовь. любовь помрачение какое-то наносит. Семь лет могут показаться за несколько дней. Вот что любовь. Ради любви, друзья, пашутся земли, строятся дома, ловятся по три столицы. Это только любовь может такое вытворить. Ради любви города уничтожались. Семьи, можно представить, сколько семей стало несчастных. Жен и детей стало несчастных из-за одной порочной любви. Из-за того, что одна девушка вышла посмотреть на других таких же девиц, как они тут живут. И беда случилась. А беда для Якова какая, для братьев какая. Злоба, ненависть окружающих народов и так далее. Друзья, семья прекрасная, семья Урия прекратила свое существование. Ребенок от Версавии, вот этот первый ребенок, который от связи с Давидом появился, умер. Плачущий Давид. Семь дней Давид лежит на земле, не ест, не пьет, плачет, пастится и просит у Бога. Все равно дитя умерло. А потом Фомарь, а потом гибель Амнона, а потом гибель Авесолома и плачущий Давид. Я когда читаю за Давида, плачущего, друзья, когда он просил, чтобы Авесолома сохранили, но его не сохранили. Военачальник не мог вытерпеть такого, чтобы Авесолома сохранить. Он сам ему в сердце две стрелы, по-моему, или три стрелы пустил в сердце. А потом еще и подозвал оруженосцев, и они его там расстреляли, висящего на дубе. А Давид плачет, Авесолом, сын мой, сын мой Авесолом, кто бы мне дал умереть за тебя, вместо тебя? Авесолом, сын мой Авесолом. Я читаю, друзья, у меня почти всегда наворачиваются слезы, когда я читаю слова вот этого плачущего отца. Он-то вспоминает, откуда беда это. От той несчастной любви к Версавии. Братья и сестры, и если я не ошибаюсь, почти нигде Версавия не называется его женой. Она, когда идет описание или родословное, жена Урия, или бывшая за Урием, вот так вот пишется. Вот как и Бог на это смотрит. Бог Давиду говорит, я дал тебе жен, если мало, я дал бы тебе еще. Но такое зло делать нельзя было. Такое преступление. Как быть, друзья? Что делать? Давайте опять посмотрим, как же все же праведники решали эту. Мы с самого начала Библии, друзья. Бытие, 24 глава. Вся эта глава описывает, как Авраам, первый верующий, отец всех верующих, всех нас верующих, Авраам. Единственный сын у него. Единственный сын. Ну, то есть, от Сары. Единственный сын, которого он любил. И вот он вырос. Я читаю сначала бытия. Прочитаю начало и конец этой главы, друзья, потом расскажу. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем и сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было. Положи руку твою под стегну мою и клянись мне, Господом, Богом неба и земли, и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою и возьмешь жену сыну моему Исааку. Братья и сестры, я не знаю, почему пока помоложе он был, не решил этот вопрос сам. Раба просит, только клятву с него берет, что возьмешь из народа моего. Вы знаете, при всем моем уважении к любому моему другу, брату, служителю, я бы не доверил ему вопрос решить моего сына, любого. У меня их восемь. Вот так бы, просил бы, поедь, найди жену сыну моего. Я бы не доверил. Я удивляюсь Аврааму. Но знаете, почему я нахожу? Потому что Авраама вера великая. Сам не может, может быть запоздал, не знаю, друзья, не знаю. Исааку, вы помните, сколько лет уже было? 40 лет уже было. Ну, можно было в 30 лет решить, пока Авраам помоложе. Сам бы поехал. 40 лет, друзья, было Исааку уже. И решает. Рабу поручает. Но дело в том, что Авраама вера большая. Он верил, что Бог пошлет навстречу и все. Значит, друзья, я читаю конец этой главы. Не читаю, я думаю, что вы знаете, как он идет, встречает Ревеку, как приводит ее. И вот 63 стиха читаю до конца. До 67. Это 24 глава Бытия. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои и увидел, вот идут верблюды. И Ревека взглянула и увидела Исаака и спустилась верблюда. И сказала рабу, кто этот человек, который идет по полю навстречу нам? Раб сказал, это господин мой. И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал и ввел ее Исаак в шатер Сары матери своей и взял Ревеку и она сделалась ему женою и он возлюбил ее и утешился Исаак в печали по матери своей. Братья и сестры, вот как в телеграме я прочитал, как первый праведник, отец всех верующих, решил вопрос брака сына своего. Хорошо или нет? Нравится вам или не очень? Хотели бы вы так или нет? Братья и сестры, это один из примеров, образцовых примеров. Исаак вышел в поле поразмыслить. Он не где-то бродил, он в ресторан не ходил, он в парк не ходил, в кафе не сидел, не приглядывался ничего. Я понимаю, он молился Богу, он знал, что пошел ему жену привезти, и он вышел в поле поразмыслить. Какая прекрасная картина! Спокойствие, тишина, связь с Богом, и тут вот ответ, вот идет караван, она спрашивает, какой господин мой? Братья и сестры, как будто у них и пиршества не было, тогда получается. Как будто и брачного пира не было, на что мы с вами изощряемся один перед другим. Чем больше, тем лучше, и так далее. но вспоминая о том, что когда Исаака от груди отнимали, Авраам пир сделал, помните, да, друзья? Авраам сделал пир, когда Исаака отнимали от груди. То я думаю, и здесь пир, просто Библия главное описывает. Главное описывает, что послан за невестой, привезли невесту, он вел ее в шатер, она сделалась его женой, и он полюбил ее. Смотрите, друзья, прежде всего общение с Богом, а потом уже чувство любви. Вот как правильно. Я возвращаюсь к Иакову. Значит, братья и сестры, скажу вам, что Священное Писание дает абсолютно большую власть родителям в этом вопросе. Не кому-то другому, а родителям. брак своего сына Исаака, любимого сына, который прообраз Иисуса Христа, как и Иосиф прообраз Иисуса Христа, друзья, решает Авраам с Богом через раба. И это благословенный брак. И это благословенный брак. Это благословенная чета. Друзья, нахожу, что Священное Писание и в Новом Завете дает очень большую власть родителям. Я с вами прочитаю текст Священного Писания, где я это нахожу. первое послание Коринфянам, седьмая глава, 36-й, 38-й стих. с 36-го по 38-й. Первое Коринфянам, седьмая глава, с 36-го по 37-й стих. Наверное, текст, который больше всего не нравится сестрам. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит. Пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и не будучи стесняем нуждой, но будучи властен своей воли, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а невыдающий поступает лучше. Вы представляете, какая власть родителям дана? Я и в Ветхом Завете прочитал, решал отец. Я прочитал и в Новом Завете. Поэтому в вопросе брака, друзья, родителей ни в коем случае обойти нельзя. Ни в коем случае обойти нельзя. Я конкретно потом, друзья, поясню. Сейчас я только хочу, чтобы мы с вами поняли это и приняли это. Иосифу, давайте вспомним, как у Иосифа сложилась судьба у этого прекраснейшего человека, который так мужественно против греха стоял. Вы помните, как у него получилось? Братья и сестры, выходит, выходит он из тюрьмы, его приводят в порядок, побрили, постригли его, одели, золотую цепь и так далее, тому подобное, одежда, а потом фараон, фараон. Казалось, для Иосифа надо самую лучшую девушку в мире. Я думаю, наверное, она так и была. Асинефа, дочь Потифера, или Потифера, жреца Иллиопольского. То есть, жрец – это языческий священник. Дочь языческого священника стала женой одного из лучших юношей земли – Иосифа. То есть, это, я понимаю, проведение Божия. Бог через царя решил этот вопрос. И все. И больше Библия об этом не описывает. У Халева была дочь по имени Ахса. Вы помните, как Ахса вышла замуж? Я к чему вам привожу эти примеры, чтобы вы смирились с мыслью, что в вопросе брака родителей обойти нельзя. Они имеют величайшую власть. Могут запретить дочери своей вообще выходить замуж. И никуда вы не денетесь. Это будет по Писанию. Могут поступить по-другому. Библия говорит, выдающие замуж делают хорошо. Невыдающие делают лучше. Друзья, Халев – это один из лучших мужей Израиля. Двое, которые вошли в обитованную землю из прошлого поколения. Иисус Навин и Халев. И вот Халев при завоевании одного города говорит, кто покорит этот город, тому отдам дочь свою. Вы представляете власть отца? А если старик белоголовый победил? Как вы думаете? И вот дочь свою, любимую дочь, прекрасную отдать за него? Да, я думаю, что Бог милость оказал. Гафаниил, один из его родственников, молодой человек, прекрасный, очень умный. Он потом судьей Израиля был 40 лет. он победил этот город и он ему отдает Ахсу, дочь свою. Вот такая власть родителей, братья и сестры. Я еще два текста прочитаю, чтобы мы с вами в этом убедились, а потом будем размышлять, как быть. Это вторая книга Параллипоминон, одиннадцатая глава. Вторая Параллипоминон, одиннадцатая глава, двадцать третий стих. Это сын Соломона. Как он действует? Одиннадцатая глава с двадцать первого стиха по двадцать третий. И любил Равам Мааху, дочь Авесолома, более всех жен и наложниц своих. Ибо он имел восемнадцать жен и шестьдесят наложниц, и родил двадцать восемь сыновей и шестьдесят дочерей. И поставил Равам Авию, сына Маахи, главою и князем над братьями его, потому что хотел воцарить его. То есть, он любил Мааху, и вот ее сына он решил воцарить, хотя он не был первенец. и действовал благоразумно, я читаю двадцать третий стих, и разослал всех сыновей своих по всем землям Иуды Вениамина, во все укрепленные города, и дал им содержание большое, и приискал много жен. Вот как Раваам сын Соломона поступил. Многим своим сыновьям, смотрите, сколько было у него, родил двадцать восемь сыновей, шестьдесят дочерей, двадцати семи сыновьям своим, всем двадцати восьми, он сам приискал жен и распределил их. Даже не отца теперь читаю, а одного из воспитателей. Это это же вторая книга Параллипоминон, только двадцать четвертая глава. Читаю третий стих. Можно, друзья, с первого, вторая Параллипоминон, двадцать четвертая глава, с первого по третий стих. Семи лет был Иоас, когда воцарился, и сорок лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Цивья из Версавии. И дел Иоас угодное в очах Господних во все дни Иодая священника. И взял ему Иодай двух жен, и он имел от них сыновей и дочерей. Вот один из воспитателей царского рода. Когда Агафолия решила уничтожить царский род, священник Иодай сохранил самого маленького мальчика, младенца. Вместе с его матерью взял свою семью, и так до семи лет он его вырастил, а потом восстановил его на царство. То есть произошел государственный переворот, и он восстанавливает его на царство. Он подрос, по-моему, 16 лет, он приискал ему или в 18, я не знаю, надо проверить. Он приискал ему двух жен, и все, и царь живет. Царь живет. Значит, друзья, очень большая власть у родителей. Могут сами вам решить этот вопрос. Могут вам разрешить. я возвращаюсь к Иакову, о котором обещал. Бытие 27 глава. Бытие 27 глава. Последний 46 стих читаю. И потом 28 сначала по 7 стих. Бытие 27 глава 46 стих. И сказала Ревека Исааку, я жизни не рада от дочерей хитейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь. Вы представляете, наша женингба может печально сказаться на наших родителей. Вот Ревека, у которой в свое время благополучно брак произошел. Друзья, можно было на Ревеке остановиться. Почему так у нее благополучно? Потому что она была девушка порядочная, она Бога боялась, любила Бога, была добродетельной. Помните, как она этих 10 верблюдов поила? Кто бы из вас сейчас согласился напоить 10 верблюдов? Они по 130 литров примерно пьют. Вот и посчитай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова